Ребятки, день добрый. Давно назрела тема. А стоит ли переплачивать почти в два раза больше за хай-фай, если вам уже хватает на Zika? Заодно поговорим о тех минусах, которые я нашел после трех месяцев использования и тех плюсах, о которых я не знал. Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на наш официальный веб-сайт jscarvai.com. Здесь можете увидеть каталог авто с ценами, условиями и сроками. Для того, чтобы с нами связаться, нажимаете раздел «Контакты», нажимаете на Telegram и вас автоматически перебросит к нам в чат. Не забывайте, обязательно, во время сделки перед оплатой, видеосвязь с Гиреевичем Сергеем Личном. Удачи! Давайте быстро по общей информации. 650 тысяч юаней в максималке, 384 тысячи юаней в максималке, 670 коней, 540 коней. Разгон 3,8 до 100, разгон 3,8 до 100. И сразу вопрос, как так? 130 коней, бонус, а разгон одинаковый. Вес, господа, вес 2300 килограмм снаряженной массы, 2500 килограмм снаряженной массы. Автопилот, автопарковка, автопилот, автопарковка, батарея 100 киловатт-часов, батарея 120 киловатт-часов. И в двух машинах теперь, с недавнего момента, теперь и тут, и тут есть английский язык в меню. 23 колеса, тормоза Brembo, перфорированные тормозные диски. Спереди двухрычажка, сзади многорычажка, пневма, регулируемый по высоте клиренс. Задние колеса не подруливают передним. Hi-Fi, тормоза Brembo, диски не перфорированные. Спереди двухрычажка, сзади многорычажка, пневма, тоже регулируемый по высоте клиренс. Задние колеса подруливают передним на 13 градусов. И надо понимать, что это самый высокий показатель в мире на сегодняшний день. Сегодня решили сделать эксперимент. У нас в команде есть девушка Каролина. Привет. Каролину пригласили в качестве независимого эксперта. Каролин, от тебя требуются твои ощущения, где жестче и мягче, где меньше и больше шатает, где тише и где удобнее сидеть. Договорились? С какой машины начинаем? Давай с Zikra начнем. Zikra. Прусчатка и место, где можно проверить мягкость подвески. Ну что, готова? Готова. Поехали. Шатает. Ох, сильно шатает. Но мягко. Но мягко, да? Да. Согласен. Согласен. Давай сейчас быстро прыгаем в Zikra. Готова? Угу. Георгиевич, заводи шарманку. Ну, она не жестко едет. Она едет мягко и не сильно качает. Ага. Однозначно ехать приятно, даже по кочкам. Общее ощущение? Комфортно. В сравнении с Zikra. Мне здесь лучше, чем в Zikra, потому что там качает очень сильно. Там как будто на волнах и начинается ощущение укачивания. Тестируем лежачего полицейского. Поехали. Я готова. Так, хорошо. 23 километра в час было. Давай сравним. Запомнила, да? Угу. Поехали. Готова? Готова. Чуть-чуть помягче. И мне показалось, да. Что скажешь? Я тебе скажу, что мне на Hi-Fi нравится больше, потому что... Потому что, во-первых, он такой же мягкий, как Zikra оказался на самом деле. И, ну, там дизайн красивый. Там, правда, красиво внутри. Единственное, что мне в Zikra нравится, я не слышу шум колес практически во время езды, в отличие от Hi-Fi. Кстати, я забыл сказать. Мы покатали Каролину по скоростной на двух машинах. Просто, чтобы не удлинять ролик, мы этот момент не записывали. Но она почувствовала, как шумоизоляцию на скорости 60-80+. Продолжай. В Zikra лучше было. Согласен, да. По шумоизоляции. Все остальное я бы отдала Hi-Fi. Прямо 100%. Но полицейский был у Zikra чуточку мягче. Чуть-чуть, да. И не забывай, что ты ездишь сзади, а я езжу спереди и езжу на этой машине каждый день. Я вообще прям идеально чувствую. Ты чувствуешь себя в полицейском? Конечно, конечно. Я, севший сегодня, потестировав Zikra, я идеально чувствую разницу между этими машинами. И я могу сказать, что Zikra все-таки помягче. Но не так помягче, чтобы вот это шалтай-болтай было бы... Самое неприятное ощущение, которое возникло в Zikra. И из-за него я бы действительно обратила внимание на Hi-Fi. Потому что меня стало укачивать. Я сижу сзади, и сзади, возможно, сильнее качает. И это неприятно. То есть все кочки я чувствую. Не просто кочки, я чувствую, что у меня во все стороны. Но это на брусчатке было. На скоростной же не было так. Да, ну потому что по прямой. Спасибо, Каролина. Спасибо. На китайском канале, где спортсмены тестируют лосиные тесты, Hi-Fi Z набрал рекордные 83 км в час. Zikra, к сожалению, выше 76 у спортсменов-китайцев так и не смог. Что такое 76 км в час? О чем это говорит? В автомобильно отсталой Европе на сегодняшний день 76 км в час до сих пор очень даже неплохой результат. Например, BMW M5 показала такой лосиный тест. Но для более развитого Китая, где поезда летают 400 км в час на высоте 50-этажных зданий, где небоскребов больше, чем деревьев, а люди уже платят даже не мобильным телефоном в супермаркетах, а сканом ладошки, 76 уже не показатель. Самые топовые китайские автобренды, такие как Hi-Fi, Nio и т.д. сильно задрали планку. Несмотря на то, что здесь колесная база 3000, а здесь 3150, здесь лось должен быть выше, а он ниже. Устроил себе здесь кабину истребителя и не достаю до руля. Не хватает места. Для того, чтобы доставать до руля, людям моего роста или выше придется подниматься. Чуть-чуть даже отъезжать и придется подниматься. Вот даже еще выше подниматься. Вот теперь я достаю до руля. Колено, правда, в упор. Выше меня роста человек уже здесь даже, может быть, и не сядет нормально. Здесь так получается. У меня перед коленом еще есть палец, зазор. Я достаю до руля. У меня кабина истребителя и картина маслом. Но, надо понимать, если не садиться в самый низ, а просто сидеть ровно, и там и там будет одинаково комфортно. Hi-Fi продается в двух версиях. Можно взять четырехместную версию, а можно взять пятиместную версию с диваном. Так вот, почему я не купил именно пятиместную? Хотя, жена очень просила взять диван, а не два кресла. Потому что с ребенком удобнее на диване. Положил вместе с ним, лег, устал, там, ну, комфортнее. Вот. Но почему мы не взяли? Потому что наклон спинки у пятиместной версии Hi-Fi некомфортный. Хочется опуститься назад немного, невозможно. А здесь наклон такой, как надо. Поэтому я считаю, что диван Zikra выигрывает у дивана Hi-Fi. Если говорить о дизайне, то дизайн интерьера Zikra мне нравится больше. Единственное, чего мне не хватает, это короткая торпеда. Здесь у Hi-Fi сантиметров, наверное, на 20, наверное, длиннее. И, конечно же, мне неудобно. Я хотел бы, чтобы этот экран можно было развернуть в мою сторону. Я уже так привык к Z, что даже когда сажусь в L9, мне кажется, как, ну, не моя машина какая-то. Вот эта фишка с разворотом экрана, она просто добавляет нереального уюта для водителя. И к этому так привыкаю, что вот мне сейчас кажется, что оно как-то не под тем углом и трудно читается. Если забыть о том, что это стационарный экран, и его нельзя повернуть в сторону водителя, то больше к нему вопросов нет вообще. Очень классная картинка, большой, качественный меню, такое, как надо. Можно установить английский язык. В Hi-Fi тоже можно установить английский язык. Оболочка этого экрана. Здесь все спилено с Теслой, и это хорошо. И мне нравится больше оболочка этого экрана, чем у Hi-Fi Z. Там какой-то космический мультик. Ну, вот видите, какая оболочка. Такое ощущение, как будто мы в космическом корабле. Изменить ее нельзя, если она надоест. И все вот так. Ну, а так как Zikr это лифтбэк, а Hi-Fi это седан, конечно, здесь еще и более просторный багажник. Но у Hi-Fi есть кнопка, с помощью которой можно опустить и поднять сидение, а здесь можно только опустить его. Помимо кнопки Hi-Fi можно открыть еще и с помощью проектора. Видели, да? Проектор светит на пол. Наступаем туда, и открывается дверь. Ну, а места здесь меньше. Меньше. Но есть, как я говорил, кнопки, с помощью которых можно и поднять, и опустить заднее сидение. Что повылазило за три месяца использования этого автомобиля? Первое. Почему-то не пахнут запахи. Здесь даже в меню у вас есть возможность выбрать три запаха, но они не пахнут. На Лесяне я езжу год уже, и до сих пор пахнет, и очень хорошо пахнет. Здесь и дилер говорит, что ни у кого не пахнет. Скорее всего, надо просто потестировать, вытащить старые, попробовать загрузить новые. Возможно, но дилер говорит, все сделано так, чтобы не сильно било в нос, что так аккуратно пахло. Но я их не чувствую. Если вначале я чувствовал, возможно, привык, не знаю. Дальше. Был момент, когда мы ехали вечером, и вдруг ни с того ни с сего гаснет амбиентная подсветка. Просто гаснет. Я вызываю голосовой помощник, говорю, включи мне амбиентную подсветку, и он ее включает. Звоним дилеру, и он говорит, ну вот такое бывает. Я слышал, что у некоторых проекторно-лобовое стекло выключался, и там некоторые говорили, а что же делать, если выключается? Оказывается, на дисплее, забыли посмотреть, на дисплее, на экране, в левом верхнем углу есть спидометр. Это просто в помощь вам, если вдруг это случилось. У меня ни разу так не было, но я слышал, что у некоторых было. Обращался к дилеру, потому что меня подписчики просили. Дилер говорит, это пофиксили с каким-то обновлением. То есть, дилер мне объяснил так. У этой машины софт допиливают на ходу. Они сделали просто сильный спортивный автомобиль, но сам софт, все эти всякие моменты, они допиливают на ходу, потому что, если они будут допиливать его в ангаре, то они просто обернутся, как уже 60 новых автобрендов на китайском рынке. У них просто нет времени ждать, они должны заходить на рынок. Поэтому допиливают на ходу. Кстати, у первых Тесел, говорят, там вообще чудеса творились. Поэтому это все пройдет, как говорит дилер. Хотя, конечно же, мне как человеку, купившему машину за 100 косарей это не нравится, что у меня бедная подсветка гасит. А вот в Лисяне за все время моего использования никогда, ни разу ничего не заглючило. Никогда и ничего. Теперь давайте о его плюсах заодно и подытожим. После того, как я купил этот автомобиль, я вообще не езжу на Лисяне. Я на нем не хочу ездить. Лисян, в сравнении с ним, не разгоняется, не тормозит, сильно не рулится. Единственное, что он только потише. И в комфорте, опять же, неоднозначно, если на маленькой скорости, неровности в Лисяне помягче, то на высокой скорости, попадая в какую-то там глубокую, там в люк, например, глубокий, в Лисяне может даже пробить. Здесь намного приятнее. Здесь так пуп, пуп. Этот автомобиль в разы больше нравится, чем Лисян в управлении, как для водителя. Мало того, на высокой скорости этот автомобиль безопаснее, чем Лисян. Управляя им, я понимаю, что я его вытащу из-за носа. Он наклейка на полу. Он очень управляем. У него не самая лучшая управляемость среди автомобилей на планете. Но конкретно для колесной базы 3-150, а эта база длинная, такая же, как у BMW 7 серии и Mercedes S-класса, управляемость здесь просто фантастическая. Ладно, пора заканчивать. В конце скажу, что Zikar за свои деньги просто великолепнейший автомобиль. Просто, как я и сказал на обзоре, когда только купил. Zikar это Hi-Fi на минималках. Если понравился ролик, вы знаете, что делать. Берегите себя. До новых встреч.